Всем огромный привет! И сегодня я расскажу про садик, нашу историю, как мы пошли. Многие задавали вопросы, сколько мы платим за садик, там родительский комитет, всякие поборы в детский садик. Как раз сегодня я об этом всем расскажу. И да, смотрите, я подстриглась наконец-таки. Очень давно я хотела уже подстричься. Всё. Я очень довольна. Сразу такая лёгкость и как-то, не знаю, хорошо и легко стало. Потому что всё-таки мне отрезали где-то, ну, вот столько. 15-20 сантиметров. Вот. Давайте я буду рассказывать по порядку. Я вообще не хочу монтировать это видео. Так что я надеюсь, получится одним дублем заснять. Итак, мы пошли в садик в сентябре. Садик у нас не новый, но он и не старый. То есть там был ремонт, сделали свеженький такой. В принципе, там всё так уютно, чисто, хорошо. То есть со старым садиком нашим вообще не сравнить. Потому что раньше, вот куда мы ходили, ну, это просто небо и земля. В два с половиной года же Олеся у меня первый раз пошла. Я пробовала её тогда водить. Но у нас ничего не получилось. Часто и болезни вот эти. Пневмония, отит и так далее. Это был просто ужас. В итоге мы не ходили. Кстати, Олесе будет вот уже 10 декабря 5 лет. И я прям очень в глубине души надеялась, что у нас в этот раз всё будет хорошо. В сентябре в итоге мы были всего лишь 3 раза. Потому что я её иду в садик. У нас вечером сразу температура 39. Видимо, это была такая ещё адаптация. Ну, короче, я не знаю, с чем это связано. Но болезни были просто кошмар. Мы болели постоянно тоже ОРВИ, кашель, сопли и так далее. Потом, получается, в октябре мы были там всего 4 раза, потому что тоже болели. И вот в ноябре сейчас Олеся ходит уже 2 недели, не пропуская. Это прогресс вообще. Знаете, сейчас такая погода ещё мокрая, грязная. И на улице, конечно, дождь, постоянно грязище. Очень многие сейчас болеют, но мы пока держимся. Я сама выхожу, плюс 2 градуса, полчаса погуляем, например. У меня сразу насморк. Я вообще такая... Я люблю тепло, и в такое время года у меня нос забит. Ремонт свежий в этом садике. И денег на ремонт в этом садике ещё не просили. Потому что как раз я хотела рассказать. В том садике, куда мы ходили ранее, нас просили на родительском собрании сдавать деньги. Не только на игрушки-концтовар, но там нужно было сдавать деньги и на ковёр, и на телевизор, и на всякую вот мелочёвку. И не только, кстати, на мелочёвку. И на ремонт тоже просили там. В итоге там получается так, что по мелочи вроде сдаёшь, а набирается в итоге очень приличная сумма. Сейчас мы уходим в садик. Он мне, в принципе, очень понравился. Я вам как-то уже показывала влог. Там есть и бассейн. Но бассейн можно посещать бесплатно только один раз в неделю. То есть одно посещение бесплатное у нас по вторникам. А если вы хотите больше посещать бассейн, то уже плати за это. 80 рублей одно посещение. Также у нас в садике есть дополнительные платные кружки. Это хореография и рисование. 80 рублей стоит одно занятие. И я пока отказалась от них, потому что мы... Итак, я Олесю вожу два раза в неделю на танцы мы ходим. И ещё на актёрское мастерство, скажем так. Вообще, конечно, в идеале я бы хотела, чтобы Олеся ходила и на танцы, и на творчество, и на актёрку. Конечно, я понимаю, я хочу много чего, но мне будет самой тяжеловато её водить. Каждый вечер на все эти кружки, секции. К тому же, я хочу и сама ходить на свои занятия. И плюс ещё у меня тренажёрка. Я сама немножко приболела. У меня и насморк немножко, и кашель. В принципе, у Олеси то же самое. То ли аллергического характера, то ли какого. Вообще не понимаю. Бывает так, что она встаёт утром, у неё насморк, нос забит, а потом нормально, в течение дня ничего у неё нет. Как-то странно, сама не понимаю. Было один раз даже такое, что она проснулась, у неё сопли текут, что-то ей как-то, она говорит, плохо, я не хочу в садик. Но я послушалась её. Потом у неё всё прошло, и ничего не было. Я такая говорю, зря надо было в садик всё-таки везти. Она придумывала очень много отмазок, что она не хочет в садик. Ну, у неё бывает вот как-то по-разному. Она то, бывает, хочет в садик, то не хочет. У нас всегда по-разному. Ещё, конечно, повезло. Но, в принципе, я сама попросила, чтобы нас в эту группу взяли, где наша подружка ходит. Поэтому, конечно, Олесе нравится с Лерой играть, и они там дружат хорошо. Мы когда пошли в сентябре в садик, у меня было, конечно, очень много сомнений, потому как я вообще не знала, будем мы ходить в этот садик, не будем. Как вообще Олесе будет себя вести. То есть, я уже... У меня не было никакой надежды, если честно. Я так думала, если она опять будет сильно болеть постоянно, то опять не сложится. В ноябре она ходит вот уже две недели, и в ноябре я решила сдать... Нам нужно было сдавать 1000 рублей. Это за год. Это за констовары и игрушки. Получается, 1000. Я в ноябре вообще кучу денег отдала, если честно. Так, значит, 550 рублей за рабочие тетради. Потом у нас получается так, что мы в месяц сдаем 150 рублей. Это попечительские. И 100 рублей на нужды группы. То есть, каждый месяц по 250 рублей в родительский комитет. На Новый год решили сдавать по 800 рублей. Это же опять родительский комитет в основном все решает. И тут, знаешь, как бы против системы, как говорится, не попрешь. Вот. Приходится как бы подстраиваться. Ну, а куда деваться, мне кажется. Это везде так, в садике и в школах. Получается так, что мы на Новый год 500 рублей сдали на новогодние подарки детям. И 300 рублей это на подарки работникам сада. А это оказывается, я думала, только воспитателям и нянечке. Оказывается, нет. Плюс еще сюда входит учитель по музыке, учитель по физкультуре. Также у нас там два врача, две медсестры. И вот уже в ноябре родительский комитет будет закупать все эти подарки. И очень долго было споров. У нас есть группа в Вайбере. Есть группа в Вайбере, где родители пытаются обсуждать, что, например, подарить на Новый год. Вот. Но в итоге я поняла, что к общему варианту не прийти, потому что все дети разные. Кто-то хочет одно, кто-то другое. Просто как раз задавался вопрос о том, что будем дарить детишкам на Новый год. Вот. Я была за то, чтобы просто подарить чисто символический подарок. Я имею в виду это сладкий новогодний подарок, ну, в красивой там картонной упаковке. Ну, короче, чисто символический подарок, чтобы они были все одинаковые. Кто-то начал возмущаться, что сладости не нужны. Кто-то наоборот говорит, да сладости нужны. Ну, короче говоря, знаете, можно очень много спорить, потому что все равно все люди разные, разные мнения у всех. Кто-то говорил, что надо игрушки, заколки, роботы. Кто-то говорил там... Ну, короче, было очень много разных вариантов. Вот. В итоге, как бы, я так поняла, что остановились пока просто на сладком новогоднем подарке. Кто-то в группе начал там возмущаться за родителей, что они не будут платить за подарки. Другим учителям, воспитателям, которые не касаются нашей группы. То есть они готовы заплатить только нашим двум воспитателям и нянечке. А, как бы, остальные их вообще не интересуют и не парят. Если честно, я так и не поняла, как этот вопрос там решается. Но, если честно, я не хочу как-то ссориться. В принципе, уж это и не такие большие деньги. Да, ну, как бы, пусть уж лучше заплатить, чем конфликтовать. Мне как-то так проще, вот реально. Вот эти все поборы в детский сад, которые я сейчас перечислила, это все, как бы, неофициально считается. То есть это добровольно. И тебя не могут заставить платить эти деньги, по сути, да. Вот. Ну, как бы, мы сами понимаем, что нужны хостовары в группу. Там салфетки, туалетная бумага. Ну, всякие хостовары, бытовая химия и так далее. Поэтому, как бы, для своего ребенка не жалко. Конечно, если ребенок ходит в месяц, я считаю, три дня, то тут, как бы, платить ничего родители не обязаны. Вообще, если ребенок ходит в детский садик часто, почти не болеет, бывает такое, что, да, некоторые ходят целый месяц, не болеют, то, в принципе, мне кажется, и не жалко заплатить все эти деньги. Но другое совсем дело, когда ребенок постоянно болеет и ходит там, например, одну неделю, пять дней всего лишь в месяц. И теперь, что касается официального размера платы за детский сад, то есть это по квитанции, которые, как бы, родители обязаны оплачивать каждый месяц. Я вчера как раз сфоткала, если честно, что-то я сама точно не знаю. Я, если честно, думала, что мы там платим за питание. 150 рублей в день. Вот. Я так думала. Потом я сфоткала вчера, и тут написано, что размер родительской платы в день за присмотр и уход за ребенком составляет 142 рубля. То есть это получается за присмотр и уход за ребенком. А за питание получается? Что же? Короче, сама, если честно, в этом не разобралась. За питание кто платит? Я так и не поняла. Потому что, если честно, я думала, как раз за питание мы платим. А за присмотр и уход за ребенком, то есть воспитателем, я думала, оплачивает, как бы, государство. И получается так, что мне дали вот квитанцию в ноябре на 4200 рублей. И в итоге в ноябре у меня получилось, что я там за садик отдала более 7000. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще считаете, должны ли родители оплачивать ремонт в детском саду. Или там, например, вот покупать ковер на всю группу. Или телевизор. Потому что для меня это было дико. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы платите за садик, если у вас детишки туда ходят. Государственный, я имею в виду. Потому что у нас получается, что официально у нас в день стоит 142 рубля. А остальные все вот эти вот траты, они уже получаются как бы на добровольной основе. Такие, знаете, добровольно принудительные. У нас есть тут рядом новый садик. У нас туда ходят наши знакомые. И мне, конечно, больше нравится, как они платят за садик. Потому что у них считается все по факту. Сколько ребенок ходит, столько они и платят. И получается так, что они, например, вот у них день стоит там, к примеру, 150 рублей. И они платят еще в день. Если они вот пошли в садик, то они платят еще по печительски 10 рублей в день. Вот так у них. Мне, конечно, кажется, что такой вариант более правильный и более справедливый. И получается так, что да, здесь у меня ходят помимо детского садика еще дополнительные секции, за которые я еще плачу 3000 рублей в месяц. Короче, знаете, если так вот посчитать, прикинуть, то вообще, конечно, очень прилично денег на все это уходит. Ну, как бы да. А впереди еще школа и еще больше и больше затрат. И, конечно же, самый главный плюс, это то, что нам попались в этот раз замечательные воспитатели. Я прям довольна на все 100%. И няня хорошая. Ну, то есть, вообще я довольна. И, может быть, даже из-за этого Олесе сейчас стала ходить более охотнее туда. У нас, знаете, вот даже в Саратове в каждом садике свои какие-то правила. Я помню, когда я Олесю водила вот в тот старый садик, там даже заведующая давала реквизиты и говорила, это типа благотворительный фонд нашего садика, заплатите сколько вам не жалко денег. То есть, это на добровольной основе. Вот сколько есть, помогите. Потому что она постоянно жаловалась на то, что лампочек не хватает, то там хостоваров всяких, то нужно сделать там-то ремонт, то кран потек, то еще что-нибудь. Конечно, я с удовольствием почитаю ваши комментарии, сколько вы платите за садик. Пишите, из какого города обязательно. И, может быть, мы такую статистику сделаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова